Певченко Даня начинает питчинг и сразу хитвай питчинг. Первая база Миша Кожушка. Вторая база Джофей Эрик. Тау-бол. Шорт-стоп Сережа Коломоец. Третья база Кимакей Кирпичников и Филдера у нас сегодня Сердечный и Дима Зинченко. Бойко на кетчере и на лавочке у нас Несин, Платон и Гуменюк и Андрей Половнев. Пока что ожидать. Самые монстрики наши пока сидят на лавочке. На самом деле соперник этот, скорее всего, один из самых слабых будет сейчас. Хотя не знаем, посмотрим. Вчера они проиграли игру с одессой, поэтому сейчас выпустили всех наших запасных. И это страйк-аут. Даня справился. А зачем на три кидать? Так. Данечка. Два хитвай питча. Первая, вторая. Но потом страйк-аут. И справился тот все. Хорош. Вторая, третья занята. Аут на первой. Два аута. Вторая, третья занята. Страйк. Даня, нормально все, раскидался. И это страйк-аут. А, ты же как-то в бизнес дышал, да? У нас попросили? Нет, я запросил. Ну, где этот, опции, хоть-то. Не знаю. Посмотрю, бей. Это на весь экран. Да, сейчас табло обнуляют у нас. А, Николаев. Николаев сровно. По-моему, еще не играют. Играли ли Николаев сровно? Нет, мы пришли уже на Кировоград. Кировоград играл с Николаевым. Сыграли со счетом 5-2 в пользу Кировограда. Правильно? По-моему, сровно еще не играли, если я не ошибаюсь. Посмотрите, пожалуйста, в расписание. Слушай, давай я тоже попробую это, видео включить. Это на свои? Нет, там он в комментариях, как-то видно, включал. Вот здесь вот. Нет, так может быть, мне не скажут такое, типа, это... Уже идет видео, да? А ты меня сейчас, может, перебьешь? Уграя эксперимента. Нет, это не Пауэллес. Нет, это не Пауэллес. Сейчас мы пошлем гонца узнать, какие у нас сегодня результаты. Результаты? Пожалуйста, если можно. Результаты? Да, сходи узнать. Мы скажем чуть позже. Матвей Сердечный. Вошел на битву. Чуть-чуть попозже. Когда будет смена, подойдет, кто-то узнает, какие были результаты сегодняшние. Это Абол. Очень близко пролетел. Ну, куда? Матвей. Ах, далекий-далекий. Но здесь вчера, честно говоря, далекие были страйки, поэтому тут опасная зона дальняя. Это полбол. А, нет, это не полбол, это полбол. Это полбол. Нет, это не полбол, это был страйк. Битой не попали, поэтому воровство первой на втором страйке. Матвей заходит на вторую. И Коломой от Сережи на битве. С таким страхом Матвей смотрит на Эмпайра, держит ногу на базе со страхом таким смотрит. Мало ли что. И бежать, 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 Сережа, бежать. Все, добежал. И ворует третью Матвей. Повторяется у нас ситуация со вторым страйком. Кетчер, да, плохо отработал. Ну, ребята тренируются, ребята растут в играх, все растут над собой, растут быстрее намного, чем на любых тренировках. Растут психологически, безусловно, потому что даже крутой чувак, выйдя первый раз на соревнования, любого уровня играет по-другому. Чем более высокого уровня соревнования, тем, соответственно, больше мандраж оволодевает игроками. Проиграв много игр, игроки становятся опытными, так сказать. С железными нервами. Без боли это очень-очень важно. Так, у нас смена кетчера, и я пропустил, была ли смена питчера. Смена игроков на первой базе и на аутфилде у ровенской команды. Это младшая команда. Это младшая команда. Ровенская команда «Колост». Ну, полное название, не знаю. Напоминаю, у нас есть две группы. Группа А и группа Б. В группе А играют самые сильные команды регионов. «Тигры», уступившие «Алмазу» в Киеве. Значит, играют в группе Б. «Хит-бай-пич». «Хит-бай-пич» в квадрат. У нас квадрат. Так, квадрат. И это Платон был на бит, мы не сказали. Ноль аутов. Да, ноль аутов в квадрат. У нас в следующий момент Тимофей Кирпичник на бит. Это Болл. Если бы он не отклонялся, это был бы «Хит-бай-пич». Я не слышал от тренеров и от детей, были ли настрой игроков не отклоняться от мяча. Но на поле иногда крики я слышу. На некоторых соревнованиях я слышал, обещали игрокам тысячу приседаний за уклонение от «Хит-бай-пич». Конечно же, это все были шутки, просто тренера уже уставали кричать. Вот, «Хит-бай-пич». Вот, не заработал он тысячу приседаний. Молодец. Улыбается. Так, на биту вышел Юрчик. Ждем удара по третьей базе скользящей. Холбол. Потолок. Удар хороший такой, тяжелый был. Но попал мяч в потолок. Ровенская команда настроена на игру. Она не настроена на проигрыш. Она настроена на игру. Играют ребята азартно. Видно, что тренера раскрывают для них всякие секреты. «Хит-бай-пич». И еще одно очко. По-моему, Ровна решила просто нас немножко покосить. А так, просто. Давайте будем в них просто кидать. Нравятся тигры, Ровенские ребята. Вкусно выглядят. Да, не, не, не. Реально, вообще, совершенно без какой-то агрессии все это происходило достаточно. Ну, это все шутки. Вот с питчером, конечно, ситуация тяжелая была. Ребята, я смотрю, вот страхуют друг друга. Вот элемент страховки. Это уже не простая игра. Это люди, которые играют первый год, допустим, первые полгода. Маленького питчера, смена питчера, видите? Допустим, при не очень квалифицированных тренерах этот элемент появляется далеко не сразу, если вообще появляется. Здесь мы его видим. Значит, все хорошо. Будет все идти в правильном направлении. Слушай, все, он так поворачивает. Нормально, нормально. У нас шесть человек смотрят прямой эфир и два оператора. Игру смотрят много команд. Я вижу десант, я вижу ровно. Нет, я не вижу ровно. Я вижу несколько игроков Алмаза. Кропивницкий. Украина, привет! И это страйк. Страйк. Так, подбодрился питчер. Питчер, да. Дуэль. У нас дуэль. Питчер немножко сдвинут, видите, он не с крайней планки кидает. Так. Джофей почему-то решил на боли бежать. Возможно, он просто решил запутать ситуацию. Да. Напрять. Да, у нас все отлично. Это засчитали за бол. Ну так, похоже было. Он был близкий, действительно. Но тут страйк-зона очень важна, где проходит у Эмпайра. Это был очень бол. Это бейзон-бол. прошли по базам. Еще одно очко заходит. Это третье очко. Квадрат в пол, но ляута Даня Певченко на бите. Тимофей ждет уже, хочет занести очки. Мы вам его покажем даже немножко. Долгожданные. Это был страйк. Даня что-то не решился. Не решился. Очень хороший страйк летел. Да, прям по центру. ничего. это психологический момент. Он умеет бить, он знает, как летит мяч. Это все опыт. И это страйк-аут. У Эмпайра явно сдвинута страйк-зона в сторону от ударника по сравнению с предыдущими. У меня, честно говоря, уже третья это Эмпайра и у всех туда сдвинута зона. То есть, скорее всего, это у нас не туда сдвинута зона. Нет, нет, секундочку. Вчера, вчера мяч пролетает, колыхал футболку на беттери. Это был страйк. Сейчас он пролетает не так дальше и это болт. Есть уверенный болт. Два бола, да? Дима набить и Дима хочет бить. Итак, интрига. Кто из наших бойцов валит хит? Да, пока что никому не удалось. А еще Миша не выходил. Нет, опять бейзонбол. И снова бейзонбол, это третье очко и Миша рожушка. Ну, это единственный шанс сейчас в этом ининге на удар. Питер дает возможность один раз ударить. Один страйк он делает. по крайней мере пока судил. Так, так, так. Да, здесь маму Диму Зинченко с днем рождения. так держать. О, это болл. Миша хорошо видит. Хотел, хотел ударить, но был высокий. Но только не третий болл. Дайте страйк. Дайте страйк. Да. Дайте страйк. бейзенбол. болл. Бейзенбол. К сожалению, даже не дали ударить. К сожалению, ни одного страйка не прилетело. Мы не можем оценить качество защиты команды противника. А, это пятое очко было, собственно, смена. Я откровенно слабо отыграли питчеры. Ну, к сожалению, реально мы хотим играть. Мы хотим играть. У нас будет такая возможность уже в 4 часа. Через одну игру у нас уже будет возможность побороться с сильной группой. Я думаю, все получится. Если только неожиданностей никаких сейчас нам ровно больше не... Ну, если они ничем нас не удивят. Я думаю, нас сложно сейчас чем-то удивить. То мы выходим на игру как первое место группы Б, слабой группы. И выходим потихонечку играть с сначала четвертым местом группы А, потом, если вы играем с третьим и так далее. Сейчас возможностью группа даже с четвертого места подняться в финал. Если кто-то не отследил еще эту информацию. А вот у группы Б есть возможность подняться в финал только с первого места. И выиграв все матчи. Все до одного. То есть, скажем так, нашим тиграм, чтобы выиграть, необходимо выиграть абсолютно всех. Семь игр. И абсолютно всех надо обыграть, чтобы занять первое место. Следующая игра предположительно уже известна, с десантом будет. Следующая ну типа шутбилка есть. Сейчас посмотрим. Я чуть-чуть опять возвращаю камеру на первую базу. Даня дал фалтбол, но не хит. Вайпить. Это скайк. Да. Моги болтать. Сейчас первая база. Это фалтбол. Ну, можно, можно просто фалтбол. Не, 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 не. Где вайбер? Где он? И это фалтбол. Фалтбол остраивает полносчет бомен. Вверх второго ининга. Я так понимаю, что следующая игра это Диамант и Захидный в огонь. Соответственно, в группе А скорее всего последнее место занял Десант, если я правильно понимаю. Соответственно, мы с ним играем следующую игру. Скорее всего. Ну, попросили просто узнать на А. Мы опять забыли сходить. Ну, пожалуйста. Там где-то смотрите, ребята. Комментаторы это комментаторы. Реально есть вайбер-группы, где могут подсказать всевозможную информацию. Нам идти куда-то узнавать всякие вопросы по поводу игр, но как-то не очень с руки. Мы делаем свою работу. Мы послали гонца за результатами утренних игр. вайбер-группы, вайбер-группы, вайбер-группы. Был поймом и аут на первой. Страйк. Даня разошелся потихонечку. Разошелся. Это был ужасный бол. Люта бол мы называем обычно. Ничего. Даня расходить дальше. Даня вчера не добрасывал в зону, но после как Санислав Юрьевич на него очень громко, так что услышали наверное все что-то там крикнул. У Дани сразу села броска, Ильич это хит-бай-пич. Решил Певченко отмстить. Дуэль хит-бай-пич и у нас сегодня. Хит-бай-пич и у дуэль просто. Так, сейчас будут результаты. А че, в эфир тоже прикольно. Я могу к экрану подсказать. Итак, смотрим. Так, вторую базу воруют. Я вам могу вот так вот коротко очень. Не, не видно. Так, все, зачитываю. Значит, Николаев сыграл. Ай-я-я. Подкат. Без подкатов. Игра должна быть без подкатов. Играл в захидном вогню 4-11. 4-11. И проиграл в Алмазе 1-8. Соответственно, осталось... и Крепивницкий Соколы сыграли со счетом 5-2. Поэтому Николаев на четвертом месте группы А. И мы с Николаем, Тигры с Николаем встречаются через одну игру. Скажем так, процентов 90 уже есть на эту игру. У нас занята третья база, первая база. Два аута. страйка. Юра не решился ловить игрока бегущего на вторую базу, потому что с третьей базы можно было получить очко. Страйк. два балла, два страйка. Это балл, полный счет в доме. Так, движемся к интересным событиям. Первая база пока свободна, поэтому это был первая база бейзенбол. Удивительно, но это была серединка страйков в моем понимании. квадрат, два аута, да? Два аута, квадрат. Ой! Это балл. Юрчик не увидел мяч вертикально вверх, полетел, ударился в потолок. На самом деле от него шагов пять вперед надо было лезать. Либо ты видишь сразу. Хейчеру тяжело увидеть такие мячи. Кит бай пич, очко заходит. Да, пять один. У нас махач хит бай пичей. Надо продолжать пичить, я считаю. Надо закаляться. Где возможность есть. Да, 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 очень правильный. Станислав Юрьевич сейчас помогает Перченко сосредоточиться на игре. У всех тренеров разная тактика в такой ситуации. Некоторые подбадривают большинство. Некоторые меняют и меняют с разным выражением лица. Некоторые кричат, но таких меньшинство. бейзенболл. Два бола в доме. Два бола в доме. Тренер дает знак. Не бить, видимо. Наверное, не бить. бейзенболл. Все одно очко заходит 2-5. 5-2 вернее по нашей классификации. Да. Собственно, надо дать поиграть слабым. Так, это болл. Юрчик молодец, поймал. Болл такой. На Зинченко сейчас будут менять. Смена пицчера. Пицчер уходит на филд. Даня хороший филдер на самом деле. Поработал пицчером нормально. Дима Зинченко. Дима Зинченко прошлый год неплохо покидал. У него удар бросок интересный. Не будем задавать секреты, которые рассказал нам Миша, но он высокого мнения о Диме по части коварства, скажем так. Я имею ввиду с точки зрения техники питчера. Так, один болл в доме по простам. тигры сейчас запасными игроками отыгрывают, потому что впереди... у нас таких основы сидят сейчас в дагауте. Остальные в поле. Так, у нас полный квадрат, два аута, свежий беттер, свежий питчер, плейбол. болл. Один болл в доме. Страйк, хороший залетел страйк. болл. Беттер Черкнул беттер. Дима, хорошо. Умничка. Аплодисменты. Надеется на хороший удар. Тренер ровно. Веса хитрая пишет. Еще одно очко. И заходит еще одно очко на хитбопис. Так, все будет нормально. Хотя надо было кидать страйк, чтобы мы посмотрели игру защиты и так далее. холлбол. Холлбол. Люстра должна быть благодарна за то, что она еще целая. Одна уже ушла. Ха ха ха. Ха ха ха. Ха ха. Ха ха. Там уже одной нет, если вы видите. ха ха. Ха ха. Одна уже ушла, Люстр. Омоему. А, может там ее не было? Не, 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 не одна. Ха 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 ха. Ха ха. Бейсбол это не простая игра, поэтому. Ха ха ха. ха ха. А нет. Нет, а только одна, и как раз вот там. Ну, это два бола. Три бола в доме, ноль страйков. А, нет, есть страйк, был же фоллбол. Полный счет. И опять. Фоллбол. Четвертое очпо заводит ровно. Так, бейзенбол. Мы бьем все рекорды пока что на текущий момент. По хит-бай-фичам и бейзенболу. Нет, 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 ровно хит-бай-фичам Гоша сделал. Нет, я имею в виду в этой игре. У нас тут сейчас суммарное... Ну, сейчас Дима, сейчас он... Это обычная традиция. Там пару игроков надо для разминки на самом деле, поэтому... Болл, причем сильный болл. Сейчас смотрим. О, пропускает Тимофей. Тимофей пропускает опять. Ребята, очко измена. Ничего. Ребята. Был один игровой момент, реально нереализованный. Что делать? Ставят низ второго, это правильно. Но первое... В защите были, да? Да, получается, у нас уже две защиты было. Пять очков. И была одна атака. Пять очков. Виктор Александром там улыбается. Наши тренера серьезные. Ну, потому что... Ну, им надо сейчас... Питинг был совершенно не такой, какой должен был быть. Совершенно. О, Влад Гуменюк начинает. И после него готовится Несен. Ну, начинается у нас высокое отбивание. Вверх отбивание пойдет сейчас, в моем понимании. Который еще не выходил. Макс Несен подходит и говорит. Ты бьешь двухбазовый, я бью двухбазовый. В итоге ты заходишь, а я на третьей базе. На второй базе. Простите. Не, Макс и Миша вчера, ну, буквально сантиметров по 20 не достали до зоны хоумрана, чтобы вы понимали. И они очень друг другу просто рассказывали об этом. И ты представляешь, мне не хватило 20 сантиметров для хоумрана. Чтобы вы понимали, 20 сантиметров это имеется в виду вот эта зеленая зона. Видите, зеленая, а дальше белая крыша. И самый конец зала вот туда. Вот туда. Да, видно там, где ворота стоят? Видно, видно. Самый конец зала, если с лета отбивается по белой крыше, это хоумран. А по зелененькому это уже не хоумран. Это в лучшем случае двухбазовый получается, в зависимости от ловли. Мы начали. И такое впечатление, что какой-то магнит стоит сильный, который включает, когда бетер подходит. Но здешняя загвоздка хоумрана заключается еще и в том, что нельзя попасть в потолок при этом. То есть на самом деле мяч должен просто вылететь в таком, ну, хорошем. Мяч должен лететь ровно, по прямой, очень далеко и не ниже двух метров от пола врезаться в стену. Да, как-то так. Дальнее. Короче, это больше... Это байзенбол. Байзенбол. Продолжение истории с байзенболами. Влад в гуменю пошел. Ну, мне сейчас кажется, Несен попытается хоть что-то ударить. Тренер говорит, то ли уйдите все с поля, то ли уйдите все далеко. Я так думаю, что все-таки второе. Это байзенбол и... Байзенбол и мы, конечно же, воруем вторую базу. Влад на вторую. Ошибка Кечера. Ошибка Питера, Кечера. Все в куче. Сейчас что-то будет. Так, ну, Влад, собственно, на вторую. Можно двухбазовый бить. Это байзенбол. Влад сделал попытку воровства. Все напряглись. Все столпились. Но действовать не решились. Это был... Ну, я ведь хоть что-нибудь сделаю. Хоть как-нибудь. Это страшно. Не знаю. Опять же, какое-то наставление по поводу тренировки. Макс. Бантов. Неудачный банк с пола поднятый. И это байзенбол. 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 Первая, вторая заняты. Вот. Половню. Андрюха. Андрей. Короче, не дают бить. Ни Мишке не дали ударить, ни Нестину не дали ударить, ни Гуменюку не дали ударить. В общем, вот как-то так. И это страйк. Это был страйк. Да, был страйк и возможность ударить. Это была первая возможность что-то ударить. На самом деле, наверное. Хотя, возможно, высокий. Но это был. Очень прикольно играет. Азарт на кетчер. Ровно. Кетчер девочка. Девочка кетчер. Ну, вот как-то... Вот не то, что страшно, как она становится страйк. Страйк. Дождались защитники, когда пока мяч выкатится. В принципе, технически правильно. Так, ну, один полгон. Волк. Не рискует, ладно, опять воровать. То есть у нас сейчас первая-вторая занята на второе Гуменю. На первое место. Сердечный битом. Это бол. Это бол. Так, Зинчин, Ась. Шнурки. Это шнурки. Кто у нас там со шнурками? А, сердечные шнурки. Полный счет в доме. Я забыла. Он еще же не ушел никуда, да. Один аут. Первая-вторая занята. Это байзенбол и квадрат. Хорошо, Матвей. Сережа? Сережа Коломоец. Квадрат заряжен. Один аут. Вот, сейчас отличная возможность, если дадут опять же, да? Да. Албол. Албол. Летел реально низко. Подцеплял с земли уже мяч. Чуть-чуть удар не получился. Что тут спрашивает Кетчеву? Это фалбол, потолок. Ну, я не готов спорить, но, по-моему, не дотронулась до потолка. Было красивенько. Дотронулся? Честно. Это совершенно честный комбол. Хотя хороший прострел. Наверное, дотронулся, потому что... Почему-то беттер аут. Так, не совсем понял, что там произошло. Наверное, там что-то опять из разряда вышел из беттербокса. Потому что мяч отбил. Второй ловил. И поэтому у нас все... Это болт. Так, сейчас там у нас очень интересные греки стоят. Это Макс Мессиный-Сердечный, который драйз над защитой. Тимофей Кирпичник. Тимофей Кирпичник он надетен. Болт. Где-то страйк. Но очень близко от него пролетел. Беги, 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 беги. Бежим. Беги. И, ребята. Пока там разбираются. Что за фигня опять? Началась фигня. Выронила защита мяч. Возвращает Платона на сердечного, на два, три. А, на три. Все нормально, все хорошо. А зачем эти остановки? Я не понял. Все, все, все хорошо. Все хорошо. Зашло. Сердечный зашел. На всякий случай. На всякий случай еще раз наступил. Так, ладно, спокойно. Болт. 5-8. 8-5, точнее, по нашим правилам. Игра становится азартной. Так, почистили квадратик. На базе остался на третий только Платон. И два Аута у нас. Ну как почистили? Зашли в дом. Да, зашли. Так. Байзенбол. Байзенбол. Правильно? Эмпайр ничего не показывает. Он, видно, сказал ему громко, но, по крайней мере, мы догадались. Так, выходит бойко, Юра. Бита. Так, мы ждем быстрой беготни от Платона с третьей базы. И Юра пытается бант поставить. Ох, уже эти банты. Воруют Тимофея два. Тимофея успевает воровать два. Так. Ну, это было несложно, но важно, что это произошло. Это Болт. Да, я понял, что потешного в движениях кетчером есть. Ну, во-первых, реально бояться, что набросит, это да. Вот. Не, ну, это Болт. Дайзенбол. У нас снова квадрат. И все, еще два аута. Эрик выдался. Та самая ситуация. И теперь смена кетчера. Да, кетчер, получается, как-то не очень быстро бежит за мячом. Как-то вот медленные движения, когда он бежит ловить мяч. Но как только поймал, он резко разворачивается и бежит. Показывает всем своим видом, что сейчас будет ловить. Ровно поменял, по-моему, половину своих аутболков. Собственно, скорее всего, они выпустили всех на поле. Пока непонятно, что это значит, но я думаю, девочка будет сейчас хорошо кидать. Итак, у нас две девчонки на кетчере и на петчере, я думаю. И на третьей базе, и на первой базе. То есть в квадрате остается только шерстоп и вторая из мальчишек. Ну, такая вот интересная команда у Роуна сейчас у Колоса. Всегда здорово, когда девчонки играют в команде. Это показатель такого нас... Да, то есть это перспективно софтбольная команда, я же понимаю. Ну, и в принципе, это значит, что это какая-то вот команда, не просто заточенная там вот исключительно на там победу какую-то, только победа там, только там... Мы там берем только там каких-то исключительных атлетов и так далее. А видно, что это ребята правильные и тренируют всех, всем, кому нравится играть. Ну, скорее всего, один будут играть. Это был бол. Это был бол. Бежать особо некуда, конечно. Опять же, два аута, полный квадрат. Микутчик пытается побегать, но он просто отдадит. Чтобы не было, как вчера, один другого обогнал, да. Это был бол. Это третий бол, бейзонбол. Платону, к сожалению, не удалось показать свое мастерство в беге. Платон, я наступил и бита собрал. Что интересно, сначала собрал биты, потом наступил. Да, не спеша. Ой-ой-ой, опять же. Биту не прячет, Даня. Стандартная ошибка. Голову втянул? Да, да. Биту нет. Так, но нужно еще одно очко занести, конечно, потому что... Да, потому что 5-9, да. Все, это я поперед батьки, перед паровозом бежал. Пока нога не оказалась на доме, ничего не считается. Давай. У нас смотрит уже 8 человек. 9 человек. Ну, давайте, посылайте нам сердечки, лайки. Нам так нравится смотреть на это все. Да. Мы видим... 8? Один ушел? Рекламная пауза, надо в туалет сходить. А, да, да. Три! Так, Дима продолжает... Будет продолжать пичить. Сейчас Дима отпичит, я думаю, уже... О! Полетели! Ну, ФБИС надо найти. Открывается? Открывается. Не-не-не-не. Просто открыть ФБ и написать ФБИС и вывалиться. Так, у нас начинается в этот момент. Левша. Левша. Соответственно, приготовится на третьей базе. Аут. Немножко заставили понервничать. Но Юрчик взял мяч уверенно. Немножко медленно бросил. Но в результате аут на первое. Бол. А в земле уверенный бол. Так, семь человек. Это страйк и хороший страйк. Так, тренер говорит, что страйки нужно бить. Это бол. Чуть по шлему не прошло. Полный счет в доме. К нам в кабинку бегут девчонки. Привет, девчонки. Привет, сердечки. О, полетели сердечки. О, полетели сердечки. Эй, что это за подстава ногой была? Такой именно высовывал вперед ногу, чтобы в него попали. Ему повезло, что не попали, потому что это была бы подстава. И в то же время у нас бейзонбол. Занята первая база. Это страйк. Хороший, Дима. Дима, Юра не рискует кинуть на два. Правильно. Уже было поздно бросать. Хитбайпич началось снова. Что-то там происходит сегодня. Это, наверное, самая будет хитбайпичевая игра за всю, наверное, историю этого турнира. Мима решил, раз уже заняли вторую базу, то уже можно пропустить на первую. О, ничего себе. А зона-то маленькая, то трасса страйк. Свинк был, свинг неплохой, но не попал. Один аут, напоминаю. Это страйк. Два аута. Занята вторая и первая база. Так, там есть вопросы. Этим, с зоной, с зоной, где стоит беттер опять. Ух ты. Ну, лови ты. Ого. Ребята. Фоллбол. Спас Тимофея фоллбол. Тимофея не ловит мячи, кстати. Третий мяч этот не ловит. Честно говоря, были шансы на две базы. На две базы были шансы легко, из-за того, что он просто пропустил мяч. Он ушел вообще, да. Мимо всех прошел. Не-не-не, надо тренировать ловбой. Третий аут. Смена. Удивительным образом они не заставляют нас нервничать, сыграв в ноль на этот раз. Потому что, ну, когда было 5-5 и... Ну, творилось что-то нездоровое, прямо скажем, на поле. То есть мы с трудом занесли вторую пятерку на двух аутов, по сути. Эмпайры делятся впечатлением, уже расходятся. Так, достаточно эмоционально. Видно, были какие-то моменты. Эти дети, эти дети, они всегда могут что-то такое исполнить, что даже опытных бойцов Кабуэля удивляют какими-то своими действиями. Тактические расстановки идут, снова перемешивают команду. Ровенский тренер. Так, у нас... Новый питчер. Да, новый питчер. Это уже четвертый. Этого питчера. О, начались комментарии. Спасибо всем, кто смотрит и комментирует. Так, 8 человек поднажали. Очень хорошо. Отличный хит в исполнении Димы на две базы. На две базы успел Димон. Красавчик! Мяч пролетел в полуметре над потолком. Были большие шансы у Филдера что-то сделать. Но Филдер не очень ловил мяч. А у Ровна есть такой принцип. Проха сыграл, уходишь с поля. Филдера поменяли. Так. Миша ввалил так. Так, очко заходит. Миша очень сильно валил в пол. И слабенько рукой такой мяч не ловится. Он просто выскочил из ловушки и полетел, как колобок, дальше скакать. В итоге была еще ошибка на третьей базе. И у нас заходит очко. А Миша ворует вторую базу. Сейчас у нас вторая база занята. Влад Гуменюк на бите. Бол. И хитбайпич. Мы давно уже не видели хитбайпич. Вот он хитбайпич. Так. Вышел Несен. Я на сто процентов уверен, что ему сейчас скажут. Ставь бант. Ставь бант. Так. Он поставил бант. И бант был реально... Так. Мишка не сориентировался. Был очень плохой пас на третью. Тренер должен был раньше кричать с другой стороны в дом. Тупо раньше надо было крикнуть сразу в дом. И он бы зашел. Итого, у нас... У нас... Аут. Но сворованы вторая и третья базы. И что, бегать надо. Бегать надо тренироваться. Надо загоны эти тренировать. И внутри загона надо побывать. Основная ошибка. Основная ошибка. Слишком долго бегут. Так. Влад валит. Отличный удар. Заходит очко. Сейв на первой. Сейв на третий. Не, а в третью. Макс на третий. Да. Там сейчас самый махач. Это третья база называется. Сердечный вид, да? Андрюха, да, это первая. И поднимает... Фаулбол. Чуть не поймали флай. Это что? Мне принесли что-то прозрачное в стаканчике. Говорят, вода. Сейчас узнаем. Ты будешь пить? Нет. Спасибо. Так. Бол. Бол. Воруется вторая база. Очень правильно это тактически. Максим отходит от третьей, напрягая кетчера. Андрюха бежит на вторую. Если кетчер вдруг решит ловить Андрюху, зайдет очко. Делать нечего. Воруется вторая база. Отличный прострел. Это... Так, отлично. Начались игры для того, чтобы завести очко. И очки это сработало. Вот сердечный сейчас переиграл по бегу. Нормально. Не получилось. Значит, сердечного... Ну, тем временем зашел и Макс зашел, и Андрей зашел. Сердечный ударил отличную пулю. Добрался до первой базы. И потом... Ух ты, проскочил еще и здесь не было аута. В общем, столько событий, что мы не успеваем описывать. Разразнил защиту, которая начала его ловить. И в итоге Макс заходит в дом. Сережа, набить и колобать. Сейчас сердечный Матвей ворует вторую базу. И страйк. Хочет побегать, но нет. Так, Серега. Один страйк у него. Счет видно. Там видно, летел очень близко. И он короткий такой мах сделал. Да, там прям... Какой-то такой немах как будто бы. Уа, бежать, бежать. Это, да, это... Что? Дэдбол. Это первая база. Дэдбол первая база? Да. Он все равно бы добрался. Он бы все равно кетчер не поймал мяч. На втором страйке Серега добрался до первой. Ну, сердечного на третью продвинули. Так, и нам нужно одно очко для того, чтобы закончить этот ленинг. Собственно, сердечный должен добежать. Нет. Все, и он добегает. Нет, не добегает. Сейчас опять игра на один. Нет, он не рискнул. Я вот сейчас спиной шел к планке фитчер. А мне кажется, этот фитчер должен стоять чуть-чуть ближе по росту. Это Бол. Почему-то мне так кажется, потому что прошлый фитчер стоял ближе. Прошлый фитчер, вероятно, еще ниже. У них там, наверное, какой-то есть регламент по этому поводу. Да. И да, у них там фитчер либо младше, либо меньше. Скорее всего, и то, и другое. Это Бол. И полный счет в доме. Платон, давай! Ну, я понимаю... А, один аут. Это полбол. Полбол, потолок. Ребятки правильно все делают. То есть удар в потолок, мяч не поймали, и они понеслись. Но здесь потолок это фоллбол, поэтому все вернулись. Тех вернули, точнее. Уже рефлекс работает. Это бейзенбол. Бейзенбол, квадрат занят. И мы воруем. Два сейва. Дважды. И тем временем там вот смена. Матвей. Да. Да, да, чем угодно. Какой можно тоже наступать. Головой можно еще наступить, если получится. Некоторые пузо умолажаться. Рыбкой, рыбкой. Так, Дима продолжит. Шнурком не знаю. Так, Дима у нас будет продолжать пичить. Юрчик кетчер. Так, Андрюха будет страховать третью базу. Счет 15-5 пользует игрок. Ну, что ж, да, уже через одну игру уже понятно все. Через одну игру мы встречаемся с Николаевым. Так же фея Эрика выпускают. На Питчера. На Питчера. Проба пера. Нормально. Хороший сейчас заложил. Настроен Эрик. И хорошие такие прилетают, честно говоря. Да здесь, здесь я смотрю, этот магнит, как будто, когда выходит беттер, мячи почему-то перестают лететь в этой игре, в этой игре. Вот опять шикарно закладывают. Шикарная сейчас дает Эрик, посмотрим, что будет в будущем на игре. Традиционная история. Перед игрой надо потерять несколько раз мяч подряд. Но традиционно это значит, что играть будут хорошо. И не допускать подобного в игре. Итак, мы поехали. Да, это у нас сработало. Магнит пошел вверх. Это так хорошо. Хорошо он размялся. О! Блин! Ну ладно. Чуть-чуть. Можно такие иногда засчитывать. Страйки. Не, не, ну, там вполне мог быть далеким. Это страйк. Он еще в доме неожиданно, да? Да. Бол, бол. Страйк и полный счет. И это болт. Это болт, бобин болт. Это страйк. 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 Первая занята. Ноль аутов. Очень высокий. Опять не поймал он мяч. Да что ж ты будешь делать? Опять не пойман мяч и чуть опять это не превратилось в катастрофу. в катастрофу. Ты знаешь, папа, ты можешь. Ты знаешь, папа, ты можешь. У него на самом деле... О, хороший. И... Эй, удар по колонжику. Нет, это над за базой. Стоп. 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 Два очка заходит. Хороший двухбазовый удар в исполнении ровно. Ну, в принципе... Все проснулись от удара. Хороший страйк летел. Флайк, конечно, надо было ловить этот. Там нереально было его достать. Там все и пошли. Надо было просто двигаться раньше. Так, очень... Фору даем. Да, в принципе сейчас счет позволяет, поэтому не сильно наши тренера нервничают. Дают играть. О, хорош! Это страйк. Есть! Давай, давай, Эрик. И сейчас один страйк и все. И аут. О! И это страйк! И это страйк аут! И это страйк аут! А вот это была ошибка, просто ошибка. Зашло очко, потому что расслабился Питер. За его спиной побежал раннер. Надо не забывать, пока ты не стыж. Это хороший, молодец. Там тренер очень управляет игроками. И ровно все хорошо, у них сами игроки меньше решений принимают в игре. Потому что много решений принимают за них тренера. Что нет? Ну ладно. У нас сколько аутов? Нету ни одного. Был только что страйкаут? Один аут. Один аут у нас в первый год. Так. Рейзенбол. Первое, третье занято. Один аут. Два, два, два. Все. Вообще-то он уже давно на планке стоял. И так делать, ну, низко. Пропускать такие вещи. Трай. Трай. То есть сама тренировка правильна, но... Но Питер уже стоял на планке, и за его спиной бежит игрок. Никого это не интересует. Почти хит-бай-пич получился. Да. Ну, это бол. Это бол. Высокий-высокий. Далекий-далекий. Ну что, тренировать молодежь нашу надо. Питчеров у нас в команде много, но очень больше. О, и это страйкаут! Страйкаут? У-у-у-у! Эй! Два страйкаута! Два страйкаута есть. Сейчас сбросит. Опа! Лови! Ай-яй-яй! Сережа! Сережа! Света кристовик! Устанет ли они на тормашке встречает? Да, у нас реально вот защита, кстати, я недоволен. Реально два флая четких летело. Да, просто не ловили. Причем опытные игроки. Ну, неожиданно. Ну, как неожиданно? Там, конечно, тяжело. Фоллбол, ребята, кто там дальше бьет. Там тяжело. А что произошло? А что происходит? Почему другой беттер вышел? Смирно на битве, что ли? Не понял, что это такое вообще было? Взяли, поменяли беттера после... После фоллбола. После фоллбола. Возможно, очередь не та. Ну, тогда аут. Да, нет удара на... Ну, то есть на первой базе должен оказаться, я так понимаю, игрок, а тогда ему аут. И вот это страйк. Отличный залетел. Аут. Потому что был... Все, да, это просто было заднее. Три страйкаута, как ни странно. Вот эти вот легкие мячики, которые летят легонько сверху вниз, они на самом деле очень коварные для беттеров. Они... Они выглядят так, как будто бы они летят высоко, а потом он раз и залетает в страйк-зону. Все. Так, есть много... О! Ленчик, а мне с ним там привет! Ленчик! Выходи там, блин? Нет. Ленчик, привет! Где сердечки? Такое поздравление было. О, ну лайки класс! О, сердечки! Спасибо! Выключаемся на следующую игру. Следующая игра «Алмаз против...»